Здравствуйте, друзья! Мы с вами на канале КП-40.ру в программе Компетентный собеседник. Тема нашего сегодняшнего разговора, назовем ее так, лучше не есть ничего. Дело в том, что в последнее время в СМИ появилась такая информация о вреде мясных изделий, скажем так. Что вы можете сказать по этому поводу? В СМИ появилась информация не только о вреде мясных изделий. Постоянно присутствует информация о том, что вредны те или иные продукты. Мясные изделия выходят из поля зрения потребителя, попадает молочная продукция, далее делается акцент на растительные жиры, потом кто следующий, и так это идет по кругу. Но, к сожалению, к моему великому сожалению, именно мясные продукты в последнее время занимают среди страшилок на тему, что лучше не есть ничего. Ну, это условная такая тема. Она подчеркивает, что что бы вы ни съели, вред будет. Так вот, к сожалению, мясные продукты лидируют и со страниц газет, с телеканалов телевидения постоянно раздается что-то устрашающее. Когда СМИ говорят на всю страну «красное мясо вредно», они говорят просто «мясо вредно». Пардон, в это уже вообще никто не поверил, потому что наше население в последнее время значит, отдает предпочтение неприготовленному мясу. Потом СМИ дает еще один брос. Обработанное мясо вредно. Почему вообще появилась колбаса в этой жизни? Я не беру вот вчерашний день, позавчерашний, год назад, месяц назад, столетие, 200 лет назад. Колбаса появилась как вид мясного продукта, который более легко усваивается организмом, потому что он обработан. Второе, это кулинарный изыск. Люди всегда стремились к разнообразному питанию. И третье, это удобно. Вот вы согласны со мной? Однозначно. Конечно, а что тут? Во-первых, сколько колбасных изделий, сколько мясных продуктов есть, это очень широкий выбор. Это вот и есть то стремление, значит, разнообразить питание. Удобство, это готовый продукт, отрезал, положил на бутерброд, или быстренько сосиски отварил, все, готовый продукт. Ну и первое, это, конечно, облегчение пищеварения по сравнению с более ранними способами приготовления мяса. Поэтому все, что сейчас сбрасывает СМИ, все имеет отчасти пугающий характер. А вот расскажите про, кто придумал этот лозунг «Больше мяса в колбасе»? Это гениальный вообще лозунг. Это, да, значит, ну я придумал. Потому что он уже пошел в народ, он уже как бы вышел за рамки рекламы, его уже цитируют просто так вот люди в речи. Ну, что делать? Вы знаете, ведь каждый производитель любых продуктов, да, любых товаров, его основная задача этого производителя – найти свою нишу и показать потенциальному покупателю некое свое преимущество, которое отличает этого производителя от массы других. И вот мы, когда начали анализировать этот вопрос по мере становления нашего предприятия на ноги, мы взяли для себя столь рискованный лозунг. Понимаете, почему он рискованный? Но рискованный потому, что все, что ты говоришь, все, что предприятие говорит, производитель, своему потенциальному покупателю и покупателю, все нужно выполнять. Люди могут поверить раз, могут поверить два. Но если говорится одно, а делается другое, люди отворачиваются. А здесь голосование-то идет рублю. Человек должен заработать зарплату, так, прийти и сделать выбор своими кровными деньгами. И как он этот выбор делает, значит, ну только этот человек и может объяснить. Поэтому каждый производитель пытается найти свой лозунг, да, с помощью которого он доносит свою идею до конечного покупателя. Ну это можно сказать философия в собственном предприятии, да? Если да, в этом и заключается теория создания бренда, да. Она пришла из западных экономик в нашу страну. Это часть экономической науки. Но смысл во всей науке такой. Значит, ты должен постоянно, всей своей стратегией, всеми производственными способами подтверждать то, что ты заявляешь. В этом смысле, в этом смысле, очень рискованный слоган мы выбрали для себя. Почему? Да потому что, если больше мяса в колбасе, она должна стоить дороже, это понятно. А человек все время колеблется и делает выбор между хочу и надо. Вот надо бы, вроде бы, как покупать продукты, надежные по качеству, там, где действительно в составе рецептуры мясо. Так? Это надо. Надо. Точно так же, как надо хорошо учиться в школе. Это тоже надо. Всем говорят, учитесь хорошо. Вот. Тут тоже, вроде, надо покупать нормальные продукты. Но вот другая сторона, стоимость, цена. Когда на одной полке одна колбаса лежит, стоит 500 рублей, а другая, извините, 350, очень много соблазнов купить вот эту другую. Да, на самом деле, вот люди же разные. Кто-то ориентируется на полезность, кто-то ориентируется на цену. Вот как здесь, где тут найти разумную середину? Ну, где найти разумную середину? Производитель, он все равно слушает рынок. Вот понимаете, вот наше наблюдение за рынком показало, что такие продукты, как голубцы, такие продукты, как котлеты, ну, обычные котлеты, такие продукты, как, там, шницель, бифштекс, дальше, значит, они на сегодняшний день, на сегодняшний день, ну, очень низкого качества предлагаются большинством производителей. Вот, понимаете, когда голубцы в магазинах стоят от 80 до 120 рублей, ну, что-то думаем, господи, ну, как же так вот можно, да, вот, и что туда можно завернуть? Ну, мы, конечно, сделали голубец, который называется «Больше мяса», да, он хорош, он домашнего такого уровня, понимаете, пожалуйста, не нравится колбаса, можно эти мясные продукты покупать. Котлеты, бифштексы, шницель, вот, целая линейка выпущена нашим комбинатом под слоганом «Домашний рецепт». «Больше мяса», «Домашний рецепт». Провели конкурс, собрали хозяек, спросили, кто как делает, по сути дела, образ какой-то собирательный состроили, как дома делается та или иная котлета, бифштекс, шницель, и сделали такое. Никаких ярких специй, спокойные вкусы, мясные составляющие, серьезные, да, такие, значит, вот, и вот сейчас продаем эти продукты, вот, несмотря на кризис, они продаются. Люди обращают внимание на это и покупают. Хотя рисков куча, и 6-7 дней всего срок реализации, да, ну, у замороженных, конечно, побольше. Ну, вот, все-таки, мне, как потребителю, расскажите, вот, какую колбасу лучше покупать, вот, в категории вареных, например, там, полукопченых. Вот если колбаса маркируется, как продукция, изготовленная по ГОСТу, ну, докторская колбаса ГОСТа, не докторская, с каким-то дополнительным названием, докторская колбаса ГОСТа, больше гарантий, это касается для всех товарных групп и для колбас всех производителей, ну, а как за свою продукцию, я вообще отвечаю, несу полную ответственность. Больше гарантий, значит, то, что этот продукт более полезен для организма человека. Он содержит заданное количество жиров, заданное количество белков, значит, содержит другие компоненты, которые нормируются ГОСТом, имеет заданный аромат, вкус и так далее. Все, что касается продукции, сделанной по техническим условиям, значит, это продукция, которая сконструированного производителем по собственному его разумению. Понимаете? Государство дало такое право, предоставило такое право создавать любые продукты. И здесь выбор затруднен тем, что нужно определить. Направленность продукта – это дорогой, качественный продукт? Либо это действительно этим правом производитель воспользовался для того, чтобы сделать удешевленный продукт. И это уже выбор покупателя. Ну, покупатель в состоянии разобраться в этом вопросе. Во-первых, цена. Вы знаете, сейчас чем выше цена, чем дороже цена, тем выше пищевая ценность. И я вот убеждаюсь в этом каждый день. Чудес нет. Те производители, которые просят дорогую цену за свою продукцию, они опираются на свою дорогую себестоимость. Понимаете? И хотят заработать свою копейку. Те, которые дают дешевую себестоимость, они, соответственно, от себестоимости зарабатывают свою копейку, свою какую-то долю прибыли, норму прибыли. То есть вы как человек... И она уменьшена. Рынок всех выровнял. Спекулянты давно уже ушли. Понимаете? И выбор покупателя, он всех уравнял. Вот тут раз. Покупаешь дорогую продукцию, значит, рассчитываешь на высокую пищевую ценность. Покупаешь дешевую, не рассчитывай, не жди никакого чего. Это была программа «Компетентный собеседник». С нами Анатолий Скольдович Косинский, директор Робнинского колбасного завода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова